Руальд Даль. Фантастический мистер Лис. Глава шестая. Кто быстрее? Между Лисами и машинами началось отчаянное соревнование. Иногда Лисам удавалось опередить соперника, и металлический скрежет затихал. Тогда мистер Фокс говорил «Мы победим! Точно победим!» Сначала Холм выглядел так. Но через несколько мгновений экскаваторы вновь подбирались к ним, и лязгание страшных ковшей становилось все громче. Через час картина приобрела уже такой вид. Один раз Лисы даже увидели острый край ковша, когда он захватил кусок земли прямо за ними. «Не останавливайтесь, мои дорогие!» — выхтел мистер Фокс. «Не сдавайтесь!» «Не останавливайтесь!» — орал толстяк Боггис Бансу и Бину. «Осталось совсем чуть-чуть!» «Ты его уже видишь?» — спросил Бин. «Нет еще! Ну, думаю, мы уже близко!» «Я подцеплю его черпаком!» — вопил Банс. «Я разрублю его на кусочки!» Но обед экскаваторы все еще копали. И бедные лисы тоже. Вот какой вид приобрела эта картина. Фермеры не стали прерываться на обед. Им хотелось поскорее закончить работу. «Эй, ты, мистер Фокс!» — орал Банс высовываясь из трактора. «Мы приближаемся! Теперь ты попался!» «Не будет тебе больше курочек!» — заливался Боггис. «Ноги твоей не будет на моей ферме!» Все трое словно обезумели. Тощий Бин и пузатый коротышка Банс дергали рычаги, как сумасшедшие. Запустили двигатель на полную мощность и копались с бешеной скоростью. Толстяк Боггис скакал, как шаманы вопил. «Быстрей! Быстрей!» Пяти часам вечера экскаваторы выкопали котлован размером вскрати вулкана. Толпы людей из окрестных деревень сбежались посмотреть на это небывалое зрелище. Они стояли на краю кратера и смотрели вниз на Боггиса, Банса и Бина. «Эй, Боггис, что вы там делаете?» «Ловим лиса! Вы с ума сошли?» Люди дразнили их и смеялись. Но от этого три фермера становились еще злей. Теперь они твердо решили не сдаваться, пока не поймают лиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова